Томас Добрый день Готовы на столбах и сам подструктив весь метанированием и сам подструктив Сегодня принимаем бетон В настоящее время Собирается в окончательном варианте бетоновоз Небольшие там есть проблемки Все, пишем, значит, четвертая захватка 80 кубов Сегодня, да? Да, хорошо И пятая, шестая По графику 31 Все интересаточны? Ну, наверное, не успеем Первая, наверное, минимум, а то вторая Визуально, но срок остается То есть первый, второй, это будет 40 срок Ну, срок, да, сроки можно любые ставить Ну, мы еще Активно ты видишь Первое, второе Второе Очень будем ставаться Хорошо По количеству людей? У нас сейчас 76 человек На монтажном горизонте работают Ну, как протокол написано здесь 75? Ну, 76 Ну, да, да Сколько 75, ну, хорошо Попробуем Переходим По количеству Терпомасу Поколичу Андрея на 8-30 На МГ-45, стромасу 60 человек Нет, не права Мы ночью сегодня работали и сегодня тоже будем работать, потом продлится, на ночь уйдет и мы будем обязательно работать и с завтрашнего дня у нас будет ночная смена тоже. Ну то есть уже можно сказать, что со вчерашнего дня уже есть ночная смена. То есть будет 50-20 или как? Наверное так будет, да. Человек 20-20, 15-20 человек будет ночью работать. Остальные дни. Ну что, по подписанию контракта. У нас договор передан вчера. Струймастер здесь? Это Анжи. Неудобно. На изменения. График другой, помните? График можно сейчас на сервисовании. Правильно, можно всегда? Давай в понедельник. Струймастер. Закрой, друг, друг. Джорджа. Константин. Почти. Легкою. Если вы вчера получили письмо, там тоже не нового. Одного апреля. Контакт. Ну, значит, мы вчера получили письмо. в рабочем порядке, потому что эти лестницы мы разрабатывали еще вопрос к этим лестницам в сентябре и в августе, когда сюда заходили, скажем так, чтобы эти лестницы были нормальные и удобно носимые, и даже без легких конструкций, затраты по этим лестницам существенные. На башне запад все лестницы были с арматурой 3 штуки моментарных, отличные лестницы. Не хотелось бы просто колхозить, может быть, пообщаться заказчикам, чтобы обе того будем эксплуатировать? Без них можно постоянно платить штрафы. Главное два пути эвакуации, один будет с вашей захватки, а второй мы прописали строймастеру лестницы, которая примыкает к ядру, они будут там устраивать лестницы. А те лестницы, которые ниже, которые до нас еще собирались? К тому моменту мы подольем лестницы в ядре, а новые будем устраивать. То есть с внутренней стороны ядра до определенного этажа будем все вместе подниматься, а потом каждый на своей стороне что ли? Вот сейчас мы заливаем плиту 68-го и строймастер делает здесь лестницу и здесь. Опускаться, подниматься, как один. Просто ограничили, чтобы пополам было. И плюс это удовлетворяет требования два пути эвакуации. У меня все. У кого есть вопросы? КМЖ. На сегодняшний день 66 человек работают, подтверждаю. по заливке завтра заливаем первую и вторую захватку. Оставшееся ухо мы будем заливать с ООО вторым прикрытием, с третьей захваткой. Прошу прощения. С третьей захваткой одновременно заливаем. Либо раньше. Сейчас посмотрим технологически. Чего ждать-то? Ухо уже заармирует. Ухо заармирует. Ухо заармирует. Ухо заармирует. Ухо заармирует. Закладные заканчивают, ставите. Ну и все. На 31-го числа, как я планировал, заливать 15 кубов. Первое число. Первое число. Ой, вот. Ухо. Второе, тридцать первое. Тридцать первое. Вот. Читай про какого. Тридцать первое число. Сегодня все готово. Закрывайте, пожалуйста. Завтра заливайте. Там не готово. Утравил 120. Там есть замечания у нас рабочие. Скажите, что дня хватит, чтобы исправить. Согласитесь? Да. Тридцать первое число. Согласна. Так, перекрытие. Первая, вторая захватка. Завтра заливаем. Завтра в тридцать первое число. Тоже срывайте срок на два дня. Согласна. Согласна. И третья захватка 2 апреля. Да. Со второго на третий. Согласна. 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 Значит, ППР сегодня письмо передал. Так, на рассмотрение. Да. На рассмотрение в трех результатах. ППР, по-моему, удачным счастливым. В понедельник. В понедельник. В понедельник. В понедельник. Мы получим ППР, в понедельник и во вторник тоже устроим такую планерочку. Мы вместе соберемся и его еще раз проанализируем. Да? Так. Контракт. Контракт нам вчера передали. Сегодня он будет, сегодня лежит на подписании у директора. И я надеюсь, что сегодня нам его сюда привезут. Я передам вам до конца рабочего дня. Иван Николаевич, нет, я тоже на второе число. Да. И хочу также отметить банковскую гарантию. По первому договору сегодня передали вам официально. Извини. Вы по-видиму что-нибудь можете сказать? По людям на данный момент 66 человек. Планируем, что в течение сегодняшнего дня еще 20 человек выйдет. И немножко мы в течение следующей недели перераспределим рабочую силу. И сделаем основной упор, чтобы основная масса людей была в дневную смену, чтобы была большая эффективность КПДР у людей. Пока такая информация. В понедельник я получу новые данные. По увеличению количества народа я озвучу. По бетоноводу вы делали ревизию своей ветки? Занимаемся. Имейте в виду тогда завтра. Все должно быть там. Даже сегодня. Чтобы не получилось, что у нас в одном месте труба была пробка. Чисто случайно. Абсолютно верно. Чисто случайно. У меня плюс 12 часов. Сразу. Значит, сегодня есть замечания от департамента безопасности с фотографиями. Я сегодня перешлю в два адреса. Вам и Вам. Я прошу на выходных все это дело устранить. Привели в порядок монтажный горизонт в начале недели. Опять там есть замечания. В субботу и воскресенье. Какого вечера будет? Пожалуйста, вместе с ним все будет устранять. Так, у кого есть вопросы к строимастеру? Хорошо, спасибо. У Диана. У Диана. У вас есть вопросы. Просто первая вопрос. Мы будем проводить первую секцию Дресс-лаба сегодня. Как вы понимаете? То есть, насколько я понимаю, сегодня Вы собираетесь завевать первую часть Дресс-лаба. Правильно? Да. И я думаю, что мы уже поздравляем. Примерно неделю. Примерно неделю. Примерно неделю. Примерно неделю. Все понимают? Я хочу ответить. На данный момент получается, что мы уже от графика где-то уходим на неделю. Все понимают? Да. Я подтверждаю, что есть небольшое отставание. Да. Я подтверждаю, что есть небольшое отставание от графика. Вот. Ну, мы его компенсируем. Да. Догоним. Ну, и вот так компенсируем. Потому что... То есть, в том случае, если оба подрядчика так или ничего не сделают в сторону увеличения ресурсов, то результат будет такой же, как он и сейчас. Да. Они сделают. Видите? И, собственно говоря, и руководители из Золотаревска сейчас для этого все делают. Чтобы количество людей выделили. Сейчас, видите, результат пошел. Сегодня плюс 20. У них 75. Я хочу сказать... Нет. Я думаю, не только... Надо будет 20 лет, но и организация. То есть, я имею в виду не только количество людей, но и в плане организации? Так так. В том числе и организация. В том числе и организация. Я хочу сказать, что сроки по договору у нас как были, так и остались. И со следующей недели мы увеличиваем количество народу. Я об этом доложу в понедельник. И производительностью и количеством людей будем сокращать отрыв запланируемый срок. Хорошо. Можно ли я спросить? Можно ли я спросить? Есть какие-то сроки по поводу второго година года со стороны строймастера? Какая дата? Да. Какая дата есть? Да. Готовность к 31 марта. У нас заливка будет 31 числа, соответственно, к этому моменту мы проведем ревизию бетоновода. Продуем, проверим все. Один бетоновод готов. АМЖ его проверили. Сейчас его продуют. И вперед. Понимаю. Но если в будущем мы должны наличить на один день, то мы не имеем никаких проблем, мальчиков. Удивительно. Удивительно. Один вопрос о форме центрального корпуса. Все частицы в Москве. Можно ли я спросить? У вас есть консультация о Доках? Потому что на 29-м году мы говорили, что только форма должна быть в Москве. Еще вопрос по поводу опалки. Сейчас уже все части опалки в Москве. Да. Да. В Москве, да. В Москве, да. В Москве на складе, там, по городу, по шоссе. Значит, мы вчера привезли Октай. Вчера одну машину привезли. Сегодня еще привезем две машины. Для старта нам вполне достаточно. Это 80% комплектующих, которые нам нужны. Шпильки, закладные и так далее. Окей. Я понимаю. Я понимаю. Для исследований у нас есть все. Но только чтобы проверить. У нас есть консультация о Докахе, что все здесь в Москве. То есть я понимаю, но просто мне хотелось, чтобы у нас было подтверждение, чтобы точно знать, что все уже на площадке. Я понял. Хорошо. На площадке или на складе? На складе в Москве. Хорошо. Давайте я сделаю такой запрос, если вы можете. Но со слов они сказали, что все на складе. Мы вчера приехали со своей спецификацией. Мы выбрали то, что нам необходимо в первую очередь. Мы все забрали полностью. И по объему видно, что там в достаточном количестве. Мы все забрали. Хорошо. Спасибо. Спасибо. С техническими проблемами. Я буду поговорить с техническими проблемами. Вы получили письма от нас, что в трех точках в зоне круглоколонны необходимо выполнять так называемый каркас обравления. Видели, да? На высотой 50 см. Да, да. Чертеж приложим. Все. Вот. Сергей Иванович, первая заливка, которая будет в зоне этой точки, это будет устроймастер. Вы знаете, да? Мы это проверим. Обязательно. Ну и у вас пятая, шестая, пятая заливка тоже восстановить. Там ничего сложного нет. Хорошо. Давайте дальше. Значит, римакс. Я жду сегодня тогда... Сергей Иванович, мы обсудили сегодня с вами бетонно-разладочная стрела. И вы сегодня где-то в час, в двум получите от ДТГ максимально быстро. Мне нужны вот эти вертикальные отсечки. Так, наращивание конструкции лидерной мачеты в холдинг стройставе 5 апреля подтверждается. И до 13-го года, до 62-го этажа сделать подъем. Подтверждается. Поставка до компробовки. У кого вопрос есть? Поем же 70 человек. 75 человек. 75. Не хватает человек 30. Ну, на следующую неделю, я правильно знаю? А почему не хватает? Я считаю, что не хватает. А я считаю, что через неделю они лишние будут. Не хотелось бы Александру Олеговичу наконец-то прождить, чтобы потом этим количеством близи, раз и бить скалолы. Ну, мы вам расчет свой отрасли. Ну, мы говорили о ваших действиях. Да, ну, это же... Что расчет, что говорит этот расчет? О том, что надо иметь только количество его человек на стройке. Виталий, этот расчет говорит, что мы сейчас, да, мы не в графике. А чтобы нам быть в графике, нам нужно 25-го числа иметь, ну, 150 человек с каждой стороны. Вот о чем говорит этот расчет. Чтобы 800 кубов взять 31-го. Изначально мне просто непонятно, как сказать, ваша такая реакция, она какая-то негативная и импульсивная. То есть, вот, а год, три человека, кого-то нужно через неделю. У меня, допустим, есть данные, что нехватка людей большая. То есть, даже не длиться, а около 50 человек еще надо добавить. А объект вообще не понимает. Я сейчас говорю, вот в графике двигаетесь, вы говорите, да, в графике. А у меня есть данные, что не в графике. И что вы не уложите с него с таким количеством людей? Ну, вот этот расчет, наверное, сделан был как бы усредненный на этаж, да? Перекрытие и колонны. Нам сейчас супер принципиально сделать перекрытие, чтобы можно было там тортовать ядром и так далее. У нас по колонн 10 колонн, на перекрытие 300 с лишним кубов перекрытия. Да, сейчас ты что хочешь сказать? Я пару линточку бы объясняю, как бы, по людям. Ну, людей не хватает. На перекрытие, да? А на колонну куда я буду делать? Колонны будешь вязать. 10 колонн. Да, им живое время тебе на 100 человек 10 раз выставлять будешь перекрытие, следующий захват. У нас стоит в графике 27-й бетонирование 5-й захватки, 31-й бетонирование 6-й. Это переносится всего лишь на 3-й акроб, на 2-й акроб. Хорошо, мы помним, да? Вы же помним, да? При каких-то астетях у проекта подписывался. Значит, устрой мастера 66 человек в день, 20 приезжает во сколько? 20 человек после обеда у нас выходит, и с понедельника я доложу вам в увеличении, и у меня будет информация, когда и сколько людей. И 50-х, ну вообще? Это первый момент, да. И второе, все-таки, хочу также отметить, что у вас не было сроки по графику никто у нас не отменял. И с каждым днем у нас, по мере того, как мы делаем, в отдельности какой-то конструктив, учимся, и с каждым разом у нас увеличиваются компания, и сроки, я думаю, в течение месяца. Все, спасибо. И вам спасибо. 30 марта, итоги совещания по бетону. На этапе старта есть небольшие отставания по графику, которые мы компенсируем в апреле месяце, это не проблема. Все проекты, проектные решения по ядру согласованы. Люди мобилизируются на данном, на сегодня, на площадке 220 человек на бетоне. Еще потребуется порядка 50-60. Подрядчики обещали, там, 2-3 дня, и люди будут на объявить. Остальные вопросы ППР, охрана труда и так далее, все в рабочем порядке. То есть, в понедельник, вторник, я думаю, с документацией все вопросы уже будут решены. Спасибо.